Анжела, мы рады тебя видеть на нашей земле в Израиле. Добро пожаловать! Я стремилась сюда, как к себе домой. Я счастлива быть здесь и видеть все те места, на которых развивались самые основные и дорогие для нас события. Прекрасная страна, прекрасное место на самом деле, где течет молоко и мед. У нас церковь, она хотя маленькая, но она такая жаждущая Господа, она молящаяся. Мы не мыслим жизни себе без того, чтобы не молиться. И пришел тот рубеж, когда мы отметили для себя, что молитва просто стала нарастать, усиливаться. Господь стал поднимать в сердце именно темы об Израиле, темы о том, что Израиль — это часы, темы о том, какие события будут происходить в преддверии возвращения Иисуса. И через какое-то время было также высвобождено пророческое слово, он говорит, «Сухие кости оживут». Согласно Писанию мы понимаем, что это место относится к возрождению Израиля. Это место относится и к физическому возрождению Израиля, и к духовному возрождению Израиля. И мы в Захарии читаем, что что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Что значит маслячные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал мне, «А ты не знаешь это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И он сказал, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». И я понимаю, что да, две маслины — это два помазанные елеем, предстоящие Господу земли. Израиль и Церковь, предстоящие пред Господом земли. Те, через кого свет этому миру, те, через кого течет елей помазания, несущий свет во тьме. Израиль и Церковь. Какие были вплетения, в учения Церкви за столетия. Что действительно сколько было, ну вроде бы таких незаметных может быть, но каких-то прибавлений все же к Писанию. Какого-то растворения Евангелия. Какого-то, ну придачи своего какого-то привкуса еще дополнительно. И я понимала внутри, что Господь хочет, чтобы мы все вернулись к чистоте. И сколько было привито и других народов, и своя культура, свой менталитет, свои бывшие боги, своя вот эта вот пропитка была. Да, и Господь хочет, чтобы мы, как эсфирь, ну просто мы очистились, очистились от всего этого. Написано, блажен народ, для которого Господь есть Бог. Он для меня Бог. Он для меня Адонай. Он для меня Эхад. Нет других богов. Нет других богов. Я не хочу жить по предписанию человеческого авторитета, если оно идет в разрез с мнением моего отца. С мнением того, кто спас меня. Сегодня Церковь действительно осознанно неправильно понимает тему, почему нам не нужен Ветхий Завет. И вот эта разница между Законом Божьим и Законничеством — это же совершенно разные вещи. Закон Божий — он благ. Это драгоценное мое письмо от моего любимого отца. И он самый первый, кто заинтересован довести меня до конца. Иисус говорит, Иешуа говорит, вы знаете, истина, истина сделает вас свободными. Истина, она многие вещи открывает. И дьявол, он всегда был заинтересован в том, чтобы не совершалась воля Божия. И даже такие, допустим, лжеучения, как теория замещения, она принесла много вреда. И немало на сегодняшний день, все равно, вот в наши дни я сталкиваюсь с Церковью, которая немало даже пропитана духом антисемитизма. Что такое теория замещения? Может быть, кто-то не знает. Теория замещения, когда Церковь учит о том, что теперь она является как бы заместителем Израиля. То есть там, где написано «Израиль читает Церковь». Да, да. Но на самом деле Писание говорит о том, что Господь не откажется от него до самого конца. И наоборот, если мы обратимся к римлянам, 11 глава, то здесь Павел пишет «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Мы видим, что в отношении плана спасения, да, мы одинаковы для Господа. Он за нас, за всех умер. Он за нас, за всех пролил свою кровь. Но вот в его замысле для каждого из нас, для каждой из этой маслин есть своя функция ролевая. Каждый должен исполнить свое предназначение. И на сегодняшний день вот то, что вижу я, Церковь не до конца вообще осознает свое предназначение в этом плане. И для этого нужно проповедовать об этом, нести истину. Нужно молиться. Нужно эффективно стоять против этих твердынь. Но для чего эти твердыни создаются? Написано, что это воссоединение произойдет именно накануне прихода Ешуа. Дьявол заинтересован в том, чтобы этого не произошло. Как можно дальше просто оттягивать это. И до тех пор, пока Церковь будет непокорна, тоже в этом, это тоже будет удерживать. Я верю, что и этой маслине нужно послужить своим, этой маслине нужно послужить своим. Но все это к достижению одной цели, к воссоединению. Вот это вот служение Господь вкладывает мне лично в сердце, нам в сердце. Возвращаемся к тому, что если корень свят, то и ветви святы, не может дерево плохое приносить, добрых плодов. Мне не все равно, от кого я запитана, мне не все равно, в кого углубляется мой корень, мне не все равно, какие соки я пью. Церковь именно, ну просто, можно сказать, отрезала себя от еврейских корней. И когда мы обращаемся к истории и видим все-таки, на каком основании было устроено, допустим, праздник или Рождество, или Пасха, мы видим, что все равно есть смешение именно с теми лже-богами, которые культивировали тогда, которым поклонялись тогда. И просто, чтобы как-то сгладить, все происходили такие слияния. И внешне, вроде бы, называется это Пасхой, но на основании другого праздника, другому Богу. Но нет других богов. Меня все-таки интересует мнение моего Господа. Я поняла, что Господь ищет людей, которые расположены к Израилю, чтобы призвать их служить Израилю. Это служение последнего времени. Это служение перед приходом Машеха. Это служение, когда мы должны донести и до Церкви все-таки замысел Божий и ее ролевую функцию в этой картине. Это служение, которое будет Израилю нести духовное становление, укрепление, расцвет, наполнение Духом Божьим, наполнение жизнью Его. И всякое ослепление будет уходить, а не неизменно. Ну, Писание об этом говорит. И это произойдет. И в итоге мы, я верю, подойдем к тем событиям, когда узрят пронзенного, да? И воскликнут благословен. И наш призыв в этом служении последнего времени просто участвовать. Аминь. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин.